Всем привет! Готовлю сегодня десерт из йогурта без муки. Нам понадобится 5 яиц, 1 лимон и его цедра, 50 грамм крахмала, ванилин, экстракт или порошок, дальше 100 грамм сахара и полкило йогурта. У меня вот такой вот греческий, 2%. Для начала нам нужно отделить белки от желтков. Отделили и делим 100 грамм сахара пополам. Половину сюда в белки и половину в желтки. Все это хорошо взбиваем до устойчивых пиков даже. Итак, мы взбили белки, вот они, и желтки, которые тоже увеличились в массе и побелели. Значит, в желтки добавляем крахмал, 50 грамм, и лимонную цедру, цедра одного лимона. Сюда же 1 десертная ложка ванилин, экстракт. И дальше все это взбиваем еще раз. Затем смешиваем наши ингредиенты с йогуртом. Добавляем сначала желтки. Все хорошо перемешиваем. Ну и аккуратно вводим белки частями. И аккуратненько все это перемешиваем. Вот такая вот воздушная получилась у нас масса пузырчатая. Теперь форму приготовленную все это сюда заливаем в разогретую духовку на 180 градусов на полчаса. Все, погнали. Пока выпекается наш десерт, мы можем приготовить к нему персиковую заливку. Для этого нужно пару спелых персиков натереть на терку, засыпать сахаром, хорошо размешать. Шкурочку оставляем, не обязательно ее натирать. Сахара добавляем по вкусу. И можно все это слегка заварить. Итак, вот он наш йогуртовый десерт. Он был выше, теперь немножечко упал. Но, наверное, пока он остынет, он упадет еще чуть-чуть. Ничего страшного, так должно быть. Ждем, пока он остынет и будем заливать нашей персиковой заливкой. Благодаря тому, что у нас получилось углубление, отлично здесь задержится наша вот такая вот персиковая заливка. Она не вытечет. То, что это будет вкусно, даже не спорьте и не сомневайтесь. И будем нарезать и пробовать. Вот такая вот нежнейшая вкуснятина у нас получилась. Можно добавлять себе заливочки, кому мало. И пробуем. Вы знаете, нежнейшая получилась вот такая вот, даже не знаю, субстанция такая нежнейшая. Так и тает во рту. Всем приятного аппетита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok